доброго всем здравия уважаемые подписчики канала тв маэстро раннее утро какое хоть сегодня число 25 июля вышел я на новослободке думаю пойду пройдусь до квадрата до нашего знаменитого но что вижу там кого-нибудь белого может быть еще кого-то как ребята живы-здоровы проведать поздороваться потом пойдем на савеловской посмотрим малек уехал давали или нет рано я сегодня в москве по делам ну и заодно пройдемся по нашим ютубовским делам или ли youtube или youtube нут им всем добра здоровья смотрим ролик подписываемся на канал лайкосик комментарии не забываем друзья но еще хочу напомнить один момент жизненный так время у нас без 20 10 жизненный момент вот в это время с 8 до 10 бесплатный городской муниципальный туалет вот здесь собирались бедолаги бродяги чтобы помыться помыть руки но привести себя более менее надлежащий вид сейчас как видите здесь никого ну и заодно собирались здесь у кого копейки с вечера остались вот за углом магазин покупали похмелиться ну то есть движ начинался отсюда руди люди уважали себя уважали окружающих в отличие от того что сейчас происходит на савеловском вокзале то что в москве невозможно там выжить выкарабкаться тяжело не спорю очень тяжело на себе на примере привожу два года трезвая жизни почти до карабкаюсь карабкаюсь и мало что получается вот где-то вроде вот 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 она все начнется хорошая но пока пока нет на улице вот поддержать себя в человеческом виде всегда можно сейчас вот зайду покажу что здесь дай бог здоровья женщинам уборщицам чистенько бумажечка есть горячая вода холодная полотенце сушитель все работает плюс еще когда жили вот валера узбек вчера был когда здесь жили на улице не входили в конфликты с людьми а наоборот искали какие-то взаимовыгодные пусть пусть взаимовыгодные но теплые человеческие отношения вот здесь женщина работала тетя валя из тамбола и не наработала здесь в туалете уборщицами помогали ну как помогали там зарядить телефон скипятить чайник кипяток вот таким образом была помощь от людей ну и мы что-то что-то приносили что-то помогали там какие-то тяжелые неженские работы выполняли что-то куда-то съездить девчонки помнется с небесной ксюха постоянно ездила куда-то тетя валя ее просила по каким-то своим личным делам вот здесь на этой полянке верхняя поляна бездомных называется здесь спали отдыхали вон кстати там есть кто-то это знакомый радик здрасте граждане хуя себе у них тут хуяртится хуяртится и что снимать хватит снимать у меня денег столько нет чтобы тебя снять блядь чай его ксю них заебись как старые добрые времена до верхняя полянка так маэстро ты забыл я никогда ничего не забываю тогда давай не будет давай не будет а если будем то давай все как вы потихоньку проект был на это новослободкина мостом белого увижу никого не видел волка он как-то приезжал тут недели три назад но я его не видел я не знаю чего занимается вроде бы в домодедово работает я нормально пытаюсь пытаюсь организовать свой цех осталось совсем чуть-чуть сайт самое главное я так понимаю что сегодня 2 часа и 2 августа я пойду домой первого первого мы едем 2 августа я буду дома там самогонки блять хоть упейся ну нет это не от этого зависит просто сам не давайте говорим все так вот учитывая сколько лет я тебя знаю ради старой дружбы просто привези самогон привезу бутылку вот чисто вот для нас привезу чисто нормальный самогон привезу обязательно я поеду дней на 10 на 14 не знаю на сколько на сколько у меня хватит ну да просто я не знаю у вас какая любовь станет да уже блять после таня еще было две тани были у нас и они и танец да я увидел да на привычной на старой лужайке что от блога ничего не говори просто говори как как где взяли на хортица вот скажи вот для этих долбоебов которые на совел ска сидят ждут пока им принесут вот скажи вот вы сидите у вас хортица раз нихуево стоит рублей 400 это бутылка чай блять 100 уже пятихатка сигареты 140 640 рублей где вы с утра нашли 8 утра 2 пакета жратовый а это медь вот три виноградных дня у них пять даже блять медь вот он собирает вопрос это то что осталось к тебе нету вопросов этим долбоебом объясни блять что я тебя знаю миллион тысячу лет ты знаешь я был рыботяга всегда я попробую хожу я нахожу я я делаю ну то бишь у меня всегда все это я вот ребят смотрите медь собрал провода вечером обожжет на утро у него уже ну хуй с ней килограмм блять медяхи есть килограмм медяхи 500 рублей подешевела может 500 да не не шмурдяк этот лёвин браун блять понимаешь я не буду как бы честно тебе сказать да хочешь снимай хочешь не снимать я не буду сидеть его там он на завеловском стрелять денежку да принесут кто-нибудь что-нибудь пожрать когда я пойду попробуем банок насобираю железо насобираю я пойду сдам и все деньги и руки чистые зашел в туалет умылся а эти блять сидят нахуй не могут до сортира на тело ничего просто вот я подписчикам своим объясняю нормальные люди живут но есть она и здесь есть мой себе волосы поможет понимаешь я не буду хорошая ничего потому что вот смотри вот с ними там обалденный парень работает который всегда дает кипяток заварить доширак чай доширак чай там все мы к нему обращаясь и он нам доширак еще добавляет ну ты помнишь здесь тетя валя работала нинка помнишь работал в туалете постоянным у них чай заварить телефон зарядить ну да то и вы ему кассу делаете все правильно взаимовыгодные отношения куда-то там идем здесь ну да почему потому что мы даже там нашли пришли сюда когда манна небес не упадет благодарности не совершенно верно как потопаешь так полопаешь совершенно верно у нас есть вот что я и хочу сказать а вот этот бугор он вообще знаменитый чем я здесь раз пять наверное находил документы воруют сумочки суда хуяк выкинули пришел блять документ собрал по интернету пробил документы люди приезжают забирают благодарят не вопрос не сайт ты меня знаешь миллион тыс лет как бы ты знаешь я хуйню не занимаюсь я не буду отрабатывать куда вот скажи куда тебе столько блять алки лимон ты накупил это виноградки или это нам на двоих это раз во вторых и вот сейчас мы полежим поспим и протрезвеем нам соответственно надо похвылиться чем больше чем больше нас у всех как тем меньше ходить и есть товарищ александр есть старая советская поговорка запас жопу то бишь если у тебя есть там запас какой-то это уже хорошо то бишь опять же у нас владимир сейчас воюет с украины без без политики канал без политики хуй зим пусть воюет нет стратегический запас у него есть всегда надо иметь бычий не заходил там на хрена к нему заходить если он сам выходят я два раза его уже домой таска понимаешь очень хотели у нас его спиздились да у нас лежала почти 6 килограмм мяса но господа гор мост просто тупо спиздили мясо и при этом призов пачку чая в пирамидках с малиной не попить нам сын чая придется пить хортица не успели расстроиться сто процентов нет как потоп из действительно так полупость пробежался с утра где-то мелочь на дороге нашел блин реально где-то телефон смели фон не знаю они что-то должны перед ними в долгу они замечательные хорошие поэтому кто-то не должны подогревать наливаю я нормально себя чувствую у меня есть квас лицкий замечательный квас рекомендую это белорусский лицкий квас паспорт сделала военник тяжело блин я не собираюсь его делать ну ладно у меня на работу участок работа когда будет оползение квасок как ты собираешься в армии в армии еще раз объясняю господа подписчики сразу говорю то бишь не посчитайте меня трусом если начнется война я увидел партизан дэбиш скорее всего это будет корейский лес где я буду прятаться у кого-нибудь винтов подниму соответственно для чтобы отстреливать недосужных граждан или людей девчонки тут мимо вас ходят глянь какие ты вчера не был когда девчонки идут в клубы там грубо выражаясь короче ладно пойду прогуляюсь на савелск посмотрю для сравнения сниму там чем чем там сейчас придут дай саня дай блять снимаешь да нас нет у вас нету я вас не видел я вас не знаю все понял я понял давайте отдыхайте добра ну похожу поснимаю посмотрю ребят что там надо малька сопроводить к это валя его в больнице с рукой маэстро можно ты присядешь да ты чуть-чуть его да его бесполезно блять что ты его не знаешь малька на его хоть пизди хоть не пизди хоть но послушать на время на одну минуту я отошел он как рыба понимаешь три секунды памятью то бишь с воды вытащил верните воду да он не помнит ты понимаешь что он грубо выражаясь твоим подписчикам говорю то бишь своей жизни ой своей смерти он не помрел ну блять ты это прекрасно понимаешь то бишь его либо надо угомонить как его угомонить то бишь он посидел только что освободился опять начал поездить то бишь я его пытаюсь уже угомонивать когда он трезвый он еще понимает но когда чуть-чуть подопьет не знаю вот сейчас валя вот выйти из больниц может они все-таки на работу поедут где-то есть место да у валя дела ну что разрезали руку там видимо почистили эту рану зачем нам был там резать потому что запустила понимаешь укус зубами человек укусил да там рука опухла покраснела ты знаешь что я например доктор то что при мне когда эту раму показали то бишь там не надо было я ей говорил алоэ нахуй приверни и все и продюсер на году делаешь перекисью заливаешь промыть хорошенько и все не надо там было нахуй ничего резать алоэ потом это сразу надо было делать нет это на тот момент когда я ее встретил то бишь это делается очень просто два дня под компрессор оставил там уже меняешь и при этом все понимаешь ладно но теперь как вышло такое господа подписчики мне вот интересно смотрите приехала скорая помощь вашей тирешковой то бишь мне было интересно как научили ее делать перевязку то вещь господа подписчики никогда не слушайте вот этих фельдшеров которые приехали к то бишь она сняла повязку у нее открытая рана то бишь сначала кладется там потом наливается перейти с водородом то бишь вы где это вообще видели это что за медик там нахуй вообще это все порекомендовал потому что изначально наливается в открытую рану перекись водорода потом вот этим ватковым марлиумом тампоном напиши напиши книгу короче мы будем читать но это надо делать вовремя во время и каждый день смысл на рану положить сначала тампон а после этого наливать ну естественно это садизм чистым идиотизм и идиотизм и я на лифте промыть рано смысл что понятно я параметик то бишь сначала отряды наливаешь чтобы у тебя пена пошла то бишь всю грязь чтобы тебя благодаря потом ты тампоном вот это всю грязь собирает выкидываешь и потом вторую вот потом это соответственно либо левая миколь либо там спасатели спасатели можно намазать потом соответственно тампон ставится чтобы якобы когда ты снимаешь повязку чтобы не отрывать то бишь ты перевязываю на следующий день ты делаешь то же самое потому что два раза в день надо делать с такой раной на такой жаре в такой грязи блять но два-три раза в день надо допустим опять я вот у меня на руке вот раз-два-три операции перевязывали 2 течение двух суток один раз то бишь каждый день перевязываю нам почему потому что у тебя должно кровь должна выгнать ну естественно организм сам бороться организму помогаешь но организм должен сам что-то делать перевязку то бишь они гной смывают и делают то бишь для чего это делать для того чтобы кровь выгоняла гной из раны давай давай что-нибудь об обыденном ну и нахуй эти болячки сколько для тебя билет стоит доводников доехать я так но ну сколько вот сколько стоит билет чтобы доехать помыться наводников нет для тебя для тебя для тебя сколько для тебя ноль нахуй бесплатный проезд собянина ты блять ноль на электричку залезть бесплатно 49 это вот для прохожего стоит если чтоб не скучно было ехать да можно 49 рублей а так можно и побегать но сейчас контролера вообще я не вижу вас и не ареста и нету я 0 то бишь смотри допустим давай посчитаем чистая математика вот чистая математика то бишь в москве 980 маршрутов наземного транспорта до бишь 980 машины на каждом маршруте это как минимум 10 то бишь это получается уже ебануться сколько а то бишь еще приключили mcd мцк 2 mcd и мцк то бишь это еще вообще бурак носу сколько и при этом при всем понимаешь что самый прикольный ты где столько контролеров найдешь понимаешь пол москвы катается на общественном транспорте а пол москвы ловит другую пол москвы которая пытается проехать то бишь это само по себе уже весело ладно сами пойду до савеловского дойдут не болеете не хвораете да вот такое ребята у нас получился утренний репортаж нормальные пацаны нормально сидят все у них есть выпить закурить покушать и на будущее уже медиаски набрал обычные провода на любой помойке зашел набрал за день можно нахерачить целый мешок с мешка мы обжигали вот здесь кстати сейчас покажу где вот эта стена разделяет дорогу и железную дорогу и в конце стены вон где желтый кран стоит внизу там обычно обжигали ну или где-нибудь вот здесь на железке обжигали медяху и потом там на лесной улица лесная была приемка сейчас я не знаю работает она или нет но была постоянно туда ходили сдавали меди и для это вообще далеко это дойти или недалеко вот вы видите друзья совеловский вокзал вот он этот дом в котором где я сейчас был в котором на углу дома туалет то есть буквально пять минут я не знаю черепашими шагами 5 минут идти от совеловской чтобы помыться привести себя в порядок ну вот сегодня они четверо из них сегодня лохматыми не будут потому что мы их вчера подстригли сейчас пойдем посмотрим себя чувствует после вчерашнего какую клону клоунаду они вчера там вытворяли что вытворяли они за лодку всего приятного просмотра ролика всем идем на совеловский вокзал издалека ребят увидел вот на нашей знаменитой вишни что-то какие-то там движение есть мне кажется там кто-то начует вот видос со стабилизатором вот так как приятненько было бы в прямых эфирах вот так снимать что с этим делать я не знаю ну может быть когда-нибудь я на мебели немножко заработаю куплю себе какое-нибудь оборудование лежит шматье одеялочка одеялочка подушечки ну кто-то здесь был еда стопарик наша знаменитая вишня какая она в этом году густая и вот объявление здесь приклеили анонимная помощь но это рабочие дома развешивают даже предположить не могу кто здесь мог быть кто здесь мог быть рюкзачки оставили ну нормально так устроились надо было свернуть мы обычно сворачивали все в рулончик и прятали вот в кусты потому что могут рабочие дворники все это убрать то есть надо ночь они видите нормально переночевали но на следующую ночь они могут прийти здесь ничего не будет обычно прятали куда-нибудь вот еще такой видосик так идем дальше шестой выход на горизонте что происходит там ну и вот он наш савеловский вокзал блин как замечательно вот так смотреть на экран когда ничего не дергается но на прямые эфиры почему-то это не не распространяется только на запись видео так киргиз сидит белорус белорус лёха ох лёха лёха мне без тебя так плохо доброе утро как ваш ничего что зачем тебе 50 рублей на пиво а где же банда все остальное а мы не знаем никого не было странно да сынки побежал пятый номер хорошо хоть не шестой да пойду пройдусь посмотрю так машинка у меня если чё с собой осьминога подстричь ну и все время будет хуёло но эти ладно они хоть хоть какой-то период там рабочем доме поработали сейчас вот не знаю насколько под забухали лена у нас едет в конце августа домой то есть понимаете у нее какая ситуация друзья она по документам паспорт ей сделали главное дело наш канал помог ей в этом собрали деньги спасибо уважаемые подписчики за донатики надвиж канала и значит какая у нее ситуация она едет домой чтобы разобраться восстановить себя в живых понимаете у нее по документам проходит как она как мертвая представляете я видел по телевизору подобную ситуацию там женщина задолбалась доказывать что она живая вот может быть и вот у нашей лены такая же ситуация я просто поражаюсь над законодательством так кто-то там из беларуса андрюха по-моему да красный а вот еще любка тоже с ведунище здравствуйте граждане доброго вам утречка если она добрая ливер весь трясется опять за эти за конкурсы чудо-чудо конкурс до добра это не доведет конкурс малют не уехал к это квали там кто андрюха беларус я пойду гляну кто там лежит по-моему беларус андрюха воду нищие глядь ну что сейчас купить на троих только выпьет потом еще придут какие-нибудь личности не будем тут целая грядка он живой так лежит эти тоже сопят но не жарко не пекло здесь жарко но не пекло как вчера я пришел кошмар они сидят в таких условиях воду нищие ёптень моптень че им сотку дать еще не на сотку купят а сколько пива стоит полтора мелочи нет никакой на сотку или пиво пиво или текушку на вроде тут мелочи есть пиво или текушку пиво или текушку пиво или текушку вчера нет сидит бедолага сто килограмм веса ёбаный в рот твой беларусы алкоголики приехали в Москву побухать беларусы прекращайте пить русскую водку самим мало нахуй там андрюха синий спит осьминог и андрюха беларусь Валера Криворуцик Леша вон на кругах сидит без Лены трезво буду нищий я им полтинник дал побежал за пивом они вчера приехали поругались опять они вечно орут телефон он опять потерял на шестом Леша валялся вообще полу спущенные штаты ты уже на это на китайского пчеловода похож на так я сегодня вообще в одной позиции как лёгана левый бок прекращайте бухать блять не занимайтесь этими конкурсами нахуй кто больше выпьет блять выпейте за 15 рублей блять за 15 минут 3 бутылки блять крякните нахуй не ведитесь вы на эту хуйню блять ладно покушать там похмелиться ну блять такие эти движухи движухи водку за вчера блять здесь налазили водку пили и водкой запилали это я вообще была шутка малька тошнит он все равно закрепился ну да она уже льется у него через края он все ее хлебает привезли ему вчера ложку кружку не знаешь не видела здрасте я говорю еще в эту восемь отсюда убежали до скольки они кто сидел за смертью посылать только он бульбашо Или это вообще не он шел. Алёк, вчера опять дрался? Да, с кем-то на кружках. Гибальник у него хоть нормальный, чистый? Да где он делал все там, блять, очередь что ли такая? В принципе да, раннее утро, там очередь в Брестоле, как всегда. Никто не пьет, да? Да, там с чекушками не берут. Пакетами нахуй нагребают. Видел сейчас Радика с этим, как его зовут? С Егором. Да, блять, у них и водяры, и коктейли, целый пакетный. А куда они пошли? Куда они? Ну лазят по Москве, не знаю. А они обычно сюда ходят, на этот рынок? Медяхи набрали, я не знаю, все эти сидят, пошли бы по мультам, нашли бы проводов каких-нибудь. А я-то у Гарика не видел? Не, да Гарика у Маши, наверное. Все, там очередь. Китайский пчеловод, блять. Когда завяжешь сбухать, блять, Беларусь, прекращайте нашу водку русскую, блять, допивать нахуй. Ты же видишь, я даже не взял чекушку. Я вижу, как у тебя ливер трясет сама. Нет, я зашел в магазин, смотрю по цене, ну можно было взять чекушку, но думаю нет, лучше пиво спокойно, по чуть-чуть, отойти. Ух, а кто там? Изолента, Осьминог, Валера и Андрюх Беларусь. А где что, когда Колян изделся, может он с моряком на базе был, под вишней. Под вишней там одеяло лежит, но никого нет. А что застали? Где-то власть. Ну. Или Колян с этим, с Женей может власть. Может быть, у... Слава богу, что мы отказались, ушли. Так, такой вот движ. У них, блять, хортится водочка. Пять баклашек, блять, этой виноградного дня. Сигареты, целый пакет медяхи, проводов. Ага, ждали где-то. Ну, уже ждали, и плюс еще есть. Ну, надо что-то далеко уехать, вот до Дмитрия. А на Лесной сейчас нет приемки там? Нет. Здесь, на Дмитровке, она же круглосуточная. Ммм. Они могут и ночью пойти взять. Вот раньше так и жили. Кто-как, чик, заработали. Нихуя никого не ждали, блять. Пять килограмм мяса, говорит, или шесть у них спиздили эти. Гормост. Хотели, говорит, что с луська пожаришь. Хер там. Бомжи в кране, блять, милаши. Да, да, да. Малек же вчера засыпился с Гариком, да? Все-таки с Гариком. Да, да. Башку ему разобьют, нахуй, когда-нибудь. Вон я вот этот вот диван большой. Станем вдвоем на гари. Вчера Валерия бьет блок парламента, кто-то подогнал, блять. В каком, Валерия? Криво-ручки. Ага. Раздавал он карпан по пачке. Ну, у вас. Фортанова. Кто-то курить бросает, наверное. Да, наверное, будет. Я работал у одного, ремонт дома делал, и он тоже говорит, я курить бросаю. Из-под старого телевизора здоровая картонная коробка, такая высокая, блоки Кэпитон Блэк. И вот он забирает. И они хуя себе. Подгон, блядь. Да, целую коробку из-под телевизора. Вот такое утро. Трое спят. Подошел, хоть потрогал их. Живые они там, не живые. Вроде сопят, храпят. Трое спят. Леха с киргизом на кругах. Коляна не видел. Ну, бомжик. Бомжик, наверное, уехал в баню в сегодняшний понедельник. А, да, уже уехал. В баню. Ой, какая красненькая. Да ладно, что там, 10 минут дойдет. Это зимой, там, осенью. Сейчас вон, на речку нахуй приехал, блядь, кусок мыла бы, хозяйственного. Мойся, брейся. Так что на вагон ремонт, на и вот зимой осень, хреновый. Вот горе там, да, понимаешь? И вещи там есть, он каждый раз переодевается. Шмотки можно взять. На воднике доехал. Ну да, 7 остановок. Так, не увидел я Колю, лысого, малька. Ну, я думаю, с Саньком, с бомжиком там все нормально. Уехал он, наверное, в эту, в баню, в Леонозово. Малек поедет, он, привезли ему вчера кружку, ложку. Или не привезли. Поедет он к Вале сегодня, или не поедет. Найти бы, узнать. Так, ну, что было? Самым нуждающимся помог. Эти трое спят, не стал я их будить. На квадрате никого. А нет, кто-то лежит. Кто это? Загорает. Что-то я даже не знаю, какого-то товарища. Какого-то товарища я не знаю. Вот такое утро на Савеловском вокзале, друзья. Вам судить, вам оценивать. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Не забывайте, будьте добры, прошу вас, поставьте лайки в поддержку каналу, чтобы наши видосы заскакивали в рекомендации. Вчерашний стрим залетел в рекомендации. Я не смотрел, ну, наверное, тысяч семь. Просмотры там есть уже. За что вам огромнейшее спасибо. Спасибо за донаты. Спасибо за лайкосы. Подписывайтесь на канал, кто заходит из рекомендации. Друзья, поддержите подпиской канал. Ну и на этом все. Вечером, вечером. Возможно, вечером будет прямой эфир. И не забывайте, что 1-го числа, 1-го августа, ой, сейчас еще к дяде Жене подойду, 1-го августа мы едем на кладбище Троекуровское почтить память певцу и музыканту. Певца и музыканта Юрия Шатунова. 40 дней исполняется со дня смерти. Дядя Жень, привет. Ой, привет, Саша. Как твоё, ничего? Ну, как? Средненько. А что, новенького? Новенького? Да ничего, вот пораньше приехал сегодня. Вот, спасибо. Пробегусь, думаю, по Савеловской. Как там с мебелью? Продвигается, чуть-чуть мне осталось. Образцы тканей купить надо. Как такие затраты? Ну, как, затраты. 300 где-то. 300 это, ну, вообще, минимум-минимум. Самый минимум. Самое главное, вот, мне образцы тканей, ну, и сайт настроить, рекламу. Слушай, а вот сайт, это надо разработчику, чтобы тоже платить, да? Ну, если сайт делать, то да. Ну, я сам сделаю обычный сайт, визитку. Мне хотела дать там одна, попользоваться. Вот, но она сейчас купила машину и говорит, я, наверное, все-таки возобновлю деятельность по мебели. А ты его на свой канал пусти. Ну, естественно, естественно. Все ресурсы будут задействованы в рекламе. Ну, вот, друзья, такое утро. Кого увидели, поздоровались. Кого не увидели, увидим вечером уже в другом ракурсе. Не нашел я малька. Малек вчера все-таки подрался с Гариком. Не знаю, там, у кого какие рожи, набитые, не набитые. Поедет он сегодня к Вале или не поедет. Ну, сами понимаете, что тут и как происходит. Ладно, быть добру. Спасибо за просмотр. Друзья, подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик, оповещающий. Поставьте лайкос. Напишите развернутый комментарий. Ваши мнения, предложения, эмоции. Все учитывается. Все читаю, все вижу. Хейтеры. Вас тоже вижу. Но, но. Все, быть добры, друзья. Возможно, до вечера. Не знаю, будет стрим сегодня или не будет. Постараюсь. Мне нужно сейчас по дому начертить батарею. И отвезти сварщику. Еще где-то материал надо купить. Для изготовления батареи. В которую будут вкручиваться тены. Электрические, греющие. Все, быть добру. Пока-пока. Канал Тове Маэстро. И я, Александр. С вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok